всем привет в этом видео я покажу как сделать фоторамку меня об этом попросил один из подписчиков никнейм которого алан аланов итак начнем заходим вкладку файл создаем новый модель выбираем здесь площадь рабочей поверхности пускай будет 300 на 300 неважно переходим в двухмерный вид который переключается вот здесь создадим прямоугольник произвольного размера создать закрыть выставим его по центру нашего ватмана это будет наше направляющая первое теперь создадим вторую направляющую с помощью смещения делаем смещение вовнутрь и величина смещения 20 миллиметров примерно можно больше можно меньше то есть это будет толщина нашей рамки так вот у нас появилась вторая рамка закрываем то есть у нас здесь есть появилось теперь две рамки теперь нам нужно сделать сечение также выбираем прямоугольник то есть я вам покажу как это делается за красоту отвечать как бы я не буду и так создали прямоугольник создадим теперь окружность жмем создать закрываем и теперь у нас здесь есть вкладка с помощью которой мы будем делать булевые операции то есть вычитание сложение ну сейчас все увидите также один из вариантов это поместить растровое изображение в одном из видео есть и обводя значит векторами можно сделать оригинальный какой вы там вам понравился из интернета скачать картинку и по ней значит сделать но я сделаю такой для примера простенький ну заодно и покажу что такое булевые операции значит выделяем два объекта нажимаем в числении векторов значит большое значение имеет тот вектор который мы выбираем первый вот допустим выбрали мы выбрали круг потом выбираем наш прямоугольник и нажимаем вычитание векторов видите видите вычислился значит из круга наш прямоугольник если сделать наоборот выделить прямоугольник затем круг и нажать на одноименную то удаляется из прямоугольника это имеет большое значение при выборе булевых объектов затем можно с помощью точек подкорректировать если вам что-то не нравится с помощью точек без е можно сделать какие-то плавные переходы то есть достаточно гибкая система по созданию профиля ну пускай будет такой вот профиль сделали профиль теперь нам нужно чтобы профиль был открытый вектор это одно из требований нашей дальнейшей операции по вытягиванию по двум направляющим трехмерной модели удаляем участок у нас получился открытый вектор далее мы выделяем вот эти вот наши рамки также здесь имеет значение какую рамку мы выделяем первой если мы выделяем первую внешнюю рамку затем внутреннюю получится один один профиль то есть один и один рисунок нашей фоторамки если мы выделяем внутренний затем внешний то значит получится другой рисунок фоторамки давайте мы сделаем оба чтобы увидеть все это на примере итак выбираем выбираем сначала внешнюю потом внутреннюю и нажимаем на кнопку вытягивание векторов по двум направляющим здесь у нас есть ряд настроек те которые нам нужны я вам сейчас и покажу то есть он автоматически уже выбрал наши векторы А, Б видите а если набираем выбираем по другому сначала это потом этот то будет А, Б затем отключаем вот это масштаберные высоты по ширине так как при создании трехмерной модели если будет включена вот эта вот галка модель будет внутри проседать то есть некорректно некрасиво и нам так не годится следующее выделяем наше сечение то есть это наш профиль нашей фоторамки вставляем и давайте зададим высоту нашей фоторамки ну к примеру допустим 20 миллиметров задали и нажимаем вычислить несмотря на то что у меня более менее как бы не слабый компьютер все равно арткам как-то медленно просчитывает ну видимо старая у меня версия новые скорее всего быстрее просчитывает итак просчет закончен смотрим вот у нас получилась такая отличная фоторамка ровненькая по высоте не проседает нигде и как видите когда я выбирал сначала внешний вектор потом внутренний получился получилась вот такая вот фоторамка то есть видите рисунком внутрь значит как проверить правильность то что я говорил о размерах нашей фоторамки так там еще закроем то есть вот наши вектора да которые мы сделали и наша рамка мы делаем фотографию с помощью этой кнопки создать красный оттенках переходим в 2d вид и видим что ширина созданной наших векторов точно совпадает с трехмерной моделью то есть вот этим параметром мы регулируем ширину нашей рамки как проверить высоту мы там с вами задавали 20 миллиметров высоту и переходим в траектории нажимаем вот эту клавишу и видим толщина модели 20 миллиметров то что мы задавали обнулим рельеф сейчас я покажу второй вариант создания рамки перейдем в 2d вид выделяем внутреннюю выделяем внешнюю жмем на этот инструмент снимаем масштабирование по высоте и зададим тут допустим 30 начальная высота 30 миллиметров простите не здесь а вот здесь 30 то есть там я задал 20 чтобы сравнить и выбираем наш открытый вектор нашего сечения вставляем сечение жмем и вычислить вычисление закончилось переходим 3d вид и видим что наш профиль изменился наша фоторамка изменилась то есть в прошлый раз была внутрь вот это вот кривизна теперь же она наружу то есть вот такими вот действиями можно менять на лету буквально нашу 3d модель теперь давайте проверим высоту изменилась ли высота смотрим да изменилась 30 миллиметров ну что же на этом видео я заканчиваю спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока